Доброго дня, мои приятные молодые люди! Меня зовут Ильдар, и вы на канале Приятный Ильдар. Вы знаете, к последнему выпуску Беременна в 16, да, скорее всего, как это не печально, последний выпуск Беременна в 16, ну, до осени, точно. И поэтому, дабы не поехать кукухой, хоть с кем-то общаться, я позвал гостей. Сегодня у меня в гостях Людмила, Кристина и Сергей. Сергей, видите, в майке такой, тоже мерч кукольный у него появился, поэтому сегодня будем общаться с ребятами. Надеюсь, вы мне поможете, вы же мне поможете? Да, поможем! Вот такие дела, ребята, я уже не знаю. Хорошо, что все-таки сезон, наверное, подходит к концу, ну, для вас это не очень хорошо, для меня, наверное, все-таки есть плюс, потому что я смогу отдохнуть. Я уже задолбался быть немного психологом, хотя мне даже в какой-то степени это нравится. Да, Сергей, что-то я хотел сказать. Ребята, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что Ильдар взял нас в плен, мы микролюди, он залил нас воском, и мы не можем двигаться, получается, теперь мы у него живем. Вы же не хотите быть залитыми воском и жить у Ильдара? Конечно нет, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Если вы будете смотреть все его видосы без подписки, нас никогда не отпустят домой. Сергей, ну, хватит нести чушь, господи ты, боже мой. Кто тебя здесь держит? Ты же сам пришел. Если ты еще раз меня сдашь, блять, я тебя никогда отсюда не отпущу. Ты не будешь заниматься сексом с этими прекрасными женщинами. Что, эрекции нет, потому что член в воске? Ребята, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на Телеграм, Инстаграм, покупайте мерч. Все ссылочки найдете в описании к видео и в комментариях. Ну, а теперь давайте смотреть. Привет, я Маша, мне 16 лет. Я живу рядом с городом Анапа, в хуторе школьный. Я так понимаю, в хуторе школьный свои правила. Все девочки до 16 лет должны снабжать хутор детьми для того, чтобы они становились школьниками. 80% населения школьники до 12 лет. На благо хутора школьный трудятся девочки. Трудятся, не покладая ваги. Учусь в 10 классе. Меня знает каждый второй школьник. Так как я... Так как я фэбкам модель. Ха-ха. Каждый парень в моей школе уже передрачил на меня. Вы знаете, я у директора в почете. Он даже подписался на мой онлифанс и постоянно мне донатит. Иногда 5 баксов скинет, иногда попросит математичку 5 баллов поставить. Я даже для него специальную такую графу сделала. Александр Михайлович, 5 баллов по математике и моя вагина у вас уже дома. На нас с Машей держится вся школа, все мероприятия. Мы с ней организовываем все. Маша и Николина держат всю школу, знаете, как титаны землю. Проводим. Маша очень ответственная. На нее можно положиться, доверить ей любую работу. А еще мы с Николиной одни из лучших учениц школы. Серега, послушай, вот как ты считаешь? Вот Маша ответственная девочка. Ой, Эльдар, не знаю. Судя по тому, что он снимается в шоу «Беременна в 16», конечно, шабул, да еще та. Слышишь ты? Антон, ты чего женщину так называешь? Имею уважение. Слышишь, это ты, блядь, на себя посмотри. Вот в 16 лет сексом занимается. Как еще описать? Ты, блядь, она взрослая девочка. Ну, почти взрослая. Сама решает, блядь. А еще мы с Николиной одни из лучших учениц школы, потому что образование это очень важно. Я хочу поступить в Пермский военный институт войск Национальной гвардии Российской Федерации. Но ты решила помочь российской армии другим способом и в 16 лет родила мальчика. Ставлю, блядь, Кристину на то, что мальчик будет. Я хочу быть военным кинологом. Но судьба нарушила мои планы. Ведь я... Ебать! И судьба сейчас мои планы нарушила? Получается, сколько? На первой минуте 40 секунде сказали, что она беременна? Воу! Меня не тошнило, у меня не болел живот. Было все как всегда. Только вот у меня началась задержка, я начала тогда переживать. А мне подбежала беременная сука и начала лаять на мой живот. И тут я поняла, что что-то неладное. Ведь в этот раз я не намазывала его паштетом с собачьим кормом. Да, мои вкусы очень специфичные. На пятый день задержки сделала тест. И там было две полоски. Я очень сильно испугалась. Мне 16 лет и какой мне еще ребенок? Я не понимаю, почему не показали парня? У нее что, непорочное зачатие? Или так как она хочет работать в вооруженных силах, она получила приказ? Нам не хватает парней в нашу роту, в нашу армию! Быстро, бля, увеличили производство парней в поселке Школьный! И у них просто, знаете, там кнопка, где... Ребенок вылился и все. Мне хотя бы школу бы закончить. Николина не только президент школы, но и моя лучшая подруга. С ней я делюсь самым сокровенным. Поэтому она была первой, кто узнала о моем положении. Для меня это шок. Маша просто упала в моих глазах. Мама у Маши очень строгая. Почему они не говорят, кто, блядь, у нее кавалер? Реально, такой какой-то военный, блядь. Старший лейтенант, блядь, Прокопенко, 61 год, блядь. Погнали еба на склад. Я за вхоз. Сгущенку дам, консервы, блядь, платву пожрем. Малая, ты как с рыбой? Я вижу на ты, да? Давно не мылась. Была до скольки она гуляет, до скольки возвращается домой. И я не понимаю вообще, когда она успела. А родители? Да я нашла там одного кобеля. Я просто задумался, о чем у меня в последнее время шутки. Зафилия, педофилия, инцест, дело семейное. Ой, ладно, что скрывать, мне всегда такое нравилось. Я уверена, Николина сохранит мой секрет. Ведь она знает о Саше уже целый год и до сих пор никому не проболталась. Но я ошиблась. Я не сдержалась и рассказала об этом маме. Моя мама была, конечно, в большом шоке. Сказала, что Маша сама виновата. Ну вот, блядь, тебе и подружка, пожалуйста. Вот кажется, человек, твой любимый, хороший, дружище, подруженька, которой ты готова раскрыть душу, она принимает тебя такой, какая ты есть. Со всеми изъянами, проблемами. Даже несмотря на то, что ты беременна, она должна быть понимающей. Ты раскрываешься полностью, погружаешься в этого человека. А в итоге получаешь ушат говна. Прямо в лицо. И так постоянно по жизни, сука. Как несправедлив этот мир. Ой, Эльдар, ты ничего не понимаешь? Она просто переживала за свою подругу. Ага, ты тоже переживала за меня, когда я трахалась с Сергеем, а ты рассказала все моему бывшему. Это совершенно другое. Я тоже переживала за тебя и за себя. Да ты сама хотела с ней потрахаться, сука. Сейчас самое главное, как мой парень отреагирует на такую новость. Сашке 20 лет. Он живет в соседнем селе Юровка. Что в 30 минутах езды от моего хутора. Бля, пацан, видимо, очень хотел трахаться. Раз ездил полчаса просто к другое село, для того, чтобы заняться саитием, так скажем, с 16-летней школьницей. Бля, пиздец. У него в селе, видимо, женщины все закончились. Мы познакомились полтора года назад в интернете. Вот эти вот интернет-переписки, это вообще отличная история. Когда мы общаемся с человеком в интернете, там есть его фотографии, он как-то с нами разговаривает, мы определенный образ уже себе в башке закладываем и сразу начинаем идеализировать этого человека. Хотя по факту он может быть абсолютно другим в жизни. И очень часто бывает, что ты с кем-то общаешься, встречаешься, и, блядь, такое разочарование просто невероятное. Поэтому я всегда только за живое общение. Написал, привет, привет, пошли жрать, пошли. Все, конец истории. Жрать-то все любят. Вот я с ним делилась, открывалась ему, и тут я его увидела и поняла, что я его люблю. Понравилось то, что она вот такая вот борзая девчонка, и если ей что-то не понравилось, она мне это в лоб сказала. Саша отслужил в армии и сейчас учится на автомеханика. А еще с другом Пашей подрабатывает ремонтом машин у себя в гараже. То, что он ремонтирует машины, мопеды, то, что он занимается вот этой техникой, в итоге потом еще и продает, как бы, и зарабатывает на этом, ну, конечно, это плюс, потому что, например, в моем окружении там парни и все время там сидят в телефонах, там, они постоянно играют в эти компьютерные игры. А потом он на интернешнале 20 миллионов долларов в игры скажет, слышишь, ты со своим дебилом с жигулями можешь валить нахер, я тебя любил, бля, там в восьмом классе, я говорил, бля, дота это моя жизнь, я заработал денег, пошла нахер. Я затащил свою жизнь, а ты теперь тащись на жигулях с этим дебилом. То есть они, ну, у них занимаются какой-то мужской такой работой. Блядь, почему 16-летние пацаны должны заниматься мужской работой? Типа, в моем окружении мальчики играют в компьютерные игры и сидят в телефонах. Ну, блядь, им 16 лет, это вполне нормально, я тоже таким занимался. Ну, типа, я подрабатывал летом там, грузчиком каким-то, конечно. Но большая часть моей жизни составляла из того, что я играл там в игры какие-то, блядь, не знаю. Спайс курил, шутка. После школы мы с Сашей ездим кататься. Вот только не знаю, как ему теперь сказать, что мы докатались. Надеюсь, они зачали ребенка в этих жигулях под песню. Там бас селик, девич, мель, бель, что-то там бля-бля-бля-бля. Тут такое дело, я, короче, беременна. И что теперь делать? Я боюсь, боюсь вообще. Надо тут просто с ума сойти. Будет рвать и метать. Саша в курсе, что мама держит меня с братом строго по-военному и побаивается ее. Знает, какой она скандал закатила, когда я попыталась рассказать о том, что встретила свою любовь. Папа за меня тогда порадовался, а мама потребовала не забивать голову ерундой. Ее интересует в моей жизни только учеба. Она зациклена только на ней. И все. Просто ничего не говори. Возьми реально тесты. Просто вынеси. Все, ничего не говори. А там уже будь что будет. Конечно, желательно, чтобы меня там не было. Просто дикий. Я не... И просто все как в тумане. У меня мысли не складывались никак. Я был просто в таком бешеном шоке. Мне в тот момент очень нужна была Сашина поддержка. Но я, к сожалению, ее не получила. Братик, ну ты же вот механик. Ты же знал, что если не заземлить проводочку, то можешь ебнуть. Вот ты, получается, свой проводок не поработал над ним, так скажем. Мне резиночку-то не натянул. Ну и все, ей пиздануло. Поздравляю. Хотя есть плюсы. Ребенка с пеленок научишь там залазить. Гайки подкручивать. Недоступные места. Тебе не нужны будут эти ключи специальные. Потому что маленькими ручками так будет. Тик-тик-тик. И все. Че, может, давайте я сейчас домой отвезу. Вот. Нет, поеду. Домой. Ты, может, это, если хочешь выпить тормозухи. Мы очень быстро можем избавиться от твоего ребенка. Стеклоочиститель есть хороший. Давай заедем сейчас на заправочку. Быстро разберемся. Подумай, обдумывай все, что делать. Я очень испугалась. Не стала стараться. Че делать? Покупать детское сиденье, блядь, вживую. Страшно, больно, обидно. Не бросит ли он меня из-за того, что я беременна? Саша молча отвез меня домой. Я еле дошла до ворот. Так тяжело. И я решила позвонить своей старшей сестре Лизе. У папы от первого брака есть дочь. У нас с ней разница в 6 лет. Я ее знаю с самого детства. Несмотря на то, что у нее уже сейчас есть своя семья. И она живет в соседнем поселке. Она для меня не просто как сестра. Она для меня как лучшая подруга. Получается, если она старше на 6 лет, 16-22. У нее уже двое больших детей. Соответственно, она тоже рожала в очень раннем возрасте. Ну, относительно там, наверное, 18-17 лет. Интересно, что она скажет своей сводной сестре, блядь. Нет, конечно, не рожая, это ужасно. Хотя, знаете, это было бы наоборот прикольно. Типа, не рожая зачем? Посмотри, моя жизнь разрушена. Я родила в 17 лет. Родила, простите. Я родила в 17 лет. Камон. Все, пиздец. Моя жизнь состоит только из детей. Я не могу, я уже не вывожу, блядь. Я хочу спокойно посидеть, не знаю, подрочить. Поиграть там со своим клитором. Заняться своими делами. А вся моя жизнь теперь это дети. Ты этого хочешь? Алло, привет. Тут такое дело, я беременна. Офигеть. Я знала, что они не просто за ручку гуляют. Я всегда ей предупреждала, что главное, предохраняйтесь. Ну, что мне говорили, да, 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 да. А Саша что сказал? Он сказал, что ему надо подумать. И по нему не было видно, что он рад. Блин, что делать? Я позвонил брату, думаю, мой старший брат, он мне подсказать может. В смысле, беременна? Ты прикалываешься? Нет. Жесть. Сколько я лет? Шестнадцать. Ну, в своем уме вообще? Ну, так получилось. Что я сделаю? Аборт делаете? Вам учиться. Работу найти надо. А потом детей уже. Ну, когда мне брат сказал про аборт, я подумал, что это, наверное, единственный вариант. Прикиньте, они сейчас идут делать аборт. Делают его. Но передача продолжается. Они расстаются. И эта баба еще с кем-то трахается и снова залетает. Эльдара, зачем ты всем рассказал про мою историю с девятого класса? Кристина, ну, прости, пожалуйста. Я не знаю, что делать. Ну, ты смотри, не надо там ни про аборт, ни про что думать. Я не знаю, как маме говорить, как она отреагировала. Понятно, что она от счастья не будет прыгать. Мама скажет, так, блядь, ребенок, по стойке смирно в животе, становись из вагины, выпрыгивай, бегом, марш! Я была абсолютно против, чтобы делали аборт. Я сразу говорила, что сначала обсуди все с родителями. Да ни в коем случае не делайте с Сашей ничего в тайне от родителей. Пока я собиралась с мыслями, как рассказать о беременности своим родителям, внезапно приехал Саша. Я вздохнула с облегчением. И подарил мне домкрат. Вам будет проще сообщить эту новость. Я решил немедленно вернуться к Маше и поговорить по поводу аборта. Я думал, она меня поддержит. Какой аборт, Саша? Обычный. В смысле обычный? Обычный аборт. Саша, ты наш ребенок. Ты думаешь, зачем я тебе домкрат привез? Так, ложись под машину. Сейчас под тебя положим домкрат. Все, ребенка нет. Не твоего брата. Какая разница, что говорит твой брат? Он мне просто предложил. А ты согласился, да? Я рассматриваю все варианты. Мне однажды брат предложил его изнасиловать петуха. Ты знаешь, я рассмотрел все варианты и подумал, а почему бы и нет? Он что на меня в полицию подаст заявление? Да и петух вроде был не против. Ну ты видел его, Александр Семенович с пятого подъезда. Нормальный мужик. Как можно рассматривать именно этот вариант? Я не потяну ребенка. Саша, это наш ребенок. Ты хочешь его убить? Тебе 16 лет. Да я становую 40 килограмм. Еле тяну. Какой ребенок, бля? Ты еще школу не закончила? Я закончу школу. Проблема? С ребенком на руках. Ну, буду сидеть с ребенком. Вот так вот будет сидеть с ребенком. Маша, иди к доске. А можно ребенок вместо меня ответить? Да. И да, учусь, ничего страшного. Ты подумай лучше об аборте. Не хочу. Не об аборте думать. И сейчас, знаешь, о тебе тоже. Я не хочу тебя видеть после этих слов. Куда нам ребенка? Если мы еще сами как дети. Ну, братик, презик, блядь, натяни на себя и все. В чем проблема, блядь? Как вот пацанам, да, знаете, хочется сексом заняться без презерватива, а потом они такие, бля, блядь, аборт нахуй, аборт. Понимаю, что и девочка как бы тоже виновата. Ну, все-таки школьница, что с ней взять? Там никакого полного воспитания. Ничего нету. Ты, взрослый мужчина, уже работаешь, там гайки крутишь свои. Представь, что ты клеммы на аккумуляторе перепутал, как пиздануло, загорелось. Вот и тут то же самое. У меня внутри все просто кипело, потому что еще буквально, например, 5 минут назад он... Трахал, суку, в Мерсе. А-а-а, молодежный Эльдар пытается... Молодец, слушаю Фараона. Классный последний альбом. Нет, я не слушал, я шучу. Мне даже пофиг, расскажет Саша об этом своим родителям или нет. Они у него пенсионеры и держат небольшой продуктовый магазинчик. И хотя мы знакомы, и они вроде неплохо ко мне относятся, даже не знаю, как они отреагируют на новости беременности. Маша беременна. Я разговаривал с братом, он говорит аборт. А почему ты сразу брату позвонил? Они не мне, не... Да я побоялся вам звонить. А что побоялся? Такой типа, брат, привет, у меня тут малая беременна, делай аборт. А почему ты родителям не звонишь? Ну я побоялся, поэтому, наверное, через 2 минуты приеду к ним домой и расскажу, да, понятное дело. Настолько боялся, что сразу же пришел к родителям. Мало ли, он сказал мне лучше сделать аборт. Ты что, с ума? Я представляю, он приходит к родителям такой, Маша была беременна, что была в смысле? Ну, бля, я забыл вам рассказать, у нас уже ребенку 17, он школу заканчивает. Просто так получилось только рожать. После первого аборта, да еще в таком возрасте, может детей вообще не быть? Я считаю, что лучше родить в 16, чем потом вообще детей не будет. Я просто ее и ребенка не потяну финансово. Будет все нормально, мы еще есть, помогать будем. Только, мам, с папой ты поговори. Конечно, я поговорю. А Маша как? Она после этих слов сказала, не хочу тебя видеть. Я бы то же самое сказала. Мы поедем до родителей, все обговорим. Честно говоря, я вот не представляю, как может быть тяжело девушке слышать от своего любимого парня, когда она приходит, такая, типа, я беременна, говорит, ну, бля, делай аборт. Ну, как бы это логично с одной стороны, а с другой хочется, дорогая, я тебя обожаю, мы воспитаем этого ребенка, господи, ты, блядь, самый прекрасный ребенок, у нас будет самый прекрасный, отправим его на работу, блядь, будет. В общем, девочек тоже можно понять, но все-таки, если случилась такая история, можно логично посидеть, все обсудить, адекватно, знаете, посмотреть на ситуацию, взвесить все за и против, посмотреть, какая у вас там клиника может быть хорошая есть, какие риски, ну и потом уже, естественно, принять какое-то решение. Но мне кажется, что в большинстве случаев беременная молодая девушка все-таки принимает решение рожать, потому что они вот там что-то боятся, что, мол, аборт, это очень опасно. Да, конечно, риски есть, но я думаю, что сейчас вот современная медицина снижает их просто до минимума. И все решим. Мы еще, Маш, на момент вообще ничего не говорили. Сообщите им, договоримся на когда встретиться и все обговорим. Все, выше нос, не переживай. Живу я с мамой, папой и младшим братом. Папа у меня экскаваторщик. И большую часть времени проводят в командировке. И большую часть на мопеде ездит. Так как его отправляют на строительные объекты в разных уголках страны. Мама не работает, потому что на ней все наше хозяйство. Хрюшки и прочая живность. А я ей помогаю по дому. Вот только угодить моей маме очень сложно. Все, плиту не помыла. Так я еще посуду не домыла. Сейчас домыю, потом помою, блядь. Что дом, блядь, не достроила? Нормально вообще. Почему детей, блядь? Что нам нужно род солдат, блядь, скопать огород 12 соток наших, блядь. Ради, блядь, мужиков, быстро, блядь. Паркет не переложила, блядь. Ты что, с собой никогда, блядь, этот паркет не носишь, блядь, в сумке? Давай быстро. Ты нормально когда-нибудь что-нибудь будешь делать? Да я всегда маму все нормально делаю. Это тебе вечно все не нравится. У нас с мамой сложные отношения. Она держит все в своих руках. То есть все должно быть так, как она сказала. И никак иначе. Полосни. Сейчас пойду еще уроки твои только посмотрим. Пети проверяй. И дверь. Протри. Че, а как вы ее засрали вот так? Лучше расскажи. Мама, походу, рожала ребенка только для того, чтобы потом им помыкать. Типа, зачем мне нужен ребенок, если он не убирает, блядь, не строит, я не знаю, деньги не зарабатывает. Мне такое не нужно. Я четко мужу дала понять. Рожаем ребенка, воспитываем так, чтобы он был нашей прислугой. Все. Ну, главное и основная моя обязанность, это хорошо учиться. Потому что мама мечтает, чтобы я поступила в военный институт войск Национальной Квартии Российской Федерации в Перми. Так что в этом вопросе она очень требовательная и строгая. Я ее очень редко отпускала и с подружками, и с друзьями гулять. Потому что всегда у нас учеба, учеба и учеба. Ну, вот так вот, знаете, всегда и бывает. Что родитель запрещает, того ты и больше хочешь делать. По себе сужу. Меня постоянно ругали за учебу, чтобы я плохо учился, за плохое поведение в школе. Я всегда делал наоборот. Типа, да, один день я веду себя нормально, но потом я очень такой энергичный, вспыльчивый парень, который мешал вести. Ну, постоянно такое было, но где-то с класса, наверное, с восьмого там по десятый проскакивали такие моменты. И я был достаточно такой шебушной ребенок. Меня наказывали, я хотел делать по-другому. Это психология. Конкретный пример. Мама все запрещает дочке, заставляет ее учиться, запрещает гулять с подругами. Максимально пуританское воспитание. Как итог, она нашла пацана, потрахалась и забеременела. Конец. Отчего мама пыталась всю жизнь девочку свою отгородить, на то и наткнулась. Если родители будут максимально, там, против, не знаю, алкоголя, постоянно тебе долбить. Не пей, не бухай там, не кури. Я наркотики не употребляю. Но я имею в виду, если это прям вот будет какая-то идея фикс и об этом будут постоянные разговоры, я более чем уверен, что ребенок, блядь, винит с кукухой. И в один момент, блядь, станет и докурить, и пить, блядь, и наркоманам, и все остальное. Поэтому во всем важна мера и содействие, участие, общение с ребенком. Не надо ничего заставлять, принуждать. Просто нормально попытаться поговорить и рассказать о каких-то плюсах, минусах и не циклиться. Дети не дебилы, просто родители думают, что, блядь, ну, типа, 13 лет, там, 12, 14, 15. Мы-то, блядь, всю жизнь прожили, все знаем. Нет, они уже имеют критическое мышление, они сами могут думать. Они не дебилы, просто сказали им, и все. Жизни надо высшее образование, чтобы дальше хорошо жить для ее же будущего. Я знаю, что мама боится, как бы я не повторила ее судьбу. Ведь она так и не получила высшего образования. Ой, знаете, это классика, когда родители через детей хотят просто реализовать какие-то свои несбывшиеся мечты, чтобы ребенок достиг то, чего я не смогла. Вот мама хотела стать, там, балериной, дочку в балет отдает мама. Хотела всю жизнь высшее образование, дочке высшее образование. Только они забывают спросить, а хочет ли этого сам ребенок. А может, у ребенка мечта маляром стать? Вот нравится ей, блядь, стены красить, и все тут. А мама такая, иди, блядь, дипломатом будешь. Ну, ладно, такой себе пример, конечно, но вы меня поняли. Мне же было всего 17, когда она с моим папой жить начала. Я очень люблю мужа. Я его считаю мужем, хоть мы не расписываем. Мои родители живут вместе уже 20 лет. Но папа до сих пор не сделал маме предложение. Потому что ему все некогда. То командировки, то дела важные по хозяйству. Я думаю, что нету, ну, как бы особой такой важности. Да я просто хастлер, знаете, экскаваторщики у женщин в почете. Вы знаете, я езжу по стране, и, ну, мне надо как-то время проводить. Я не женатый, я кому-то что-то должен. Никому я ничего не должен. Поэтому парчик заскочил, малую зацепил. Колечка нету. Че хочу, то и ворочу. Йо. В росписи, да, там, этих бумажных всяких нюансах. Я ее люблю. В общем, мама полностью посвятила себя семье. Марию родила в 19. И то я считала, конечно, рано. Так что мама не только запрещает мне встречаться с Сашей, но даже общаться с ним. Я пыталась, ну, рассказывать, там, с кем я общаюсь. Но у нее вот так строго. Никаких женихов. Никаких женихов? Хорошо. Вот тебе, блядь, жених, а вот еще и ребенок. Как тебе такое, строгая мамка? Но сейчас ситуация изменилась. И маме придется все-таки познакомиться и общаться с Сашей. Если я его, конечно, приму. Ведь я беременна. Я уже говорил, а вы поняли, блядь. Надо только найти в себе силы и сказать ей об этом. Ведь я беременна. Бля, я теперь буду после каждой фразы так добавлять. Короче, Паша, такое дело. Маша беременна. В смысле? Она беременна. Вот и я тоже в шоке был. В смысле беременна? Что это такое? Я закончил два класса. Я в интернете про пестики и тычинки только недавно читал. Что такое беременность? Это узнал. Это рановато, конечно. С детьми мы, конечно, немного поторопились. Ну, как немного? Много. Да. Что теперь будешь делать? Жениться на ней? Ну, как пожениться рановато. Паша говорит, ты тормози, у меня в голове такой кавардак творится. Поэтому давай попусти коней по поводу женитьбы. Безвыходных прям таких положений не бывает. Решил поговорить с Машей. После школы за мной заехал Саша. И мне стало не по себе, когда он сказал, что хочет серьезно поговорить. Солнышко, прости меня за то, что я сказал. Тебе про оборудование. И прими от меня этот скромный подарок. Магнитол 85-го года. Я просто в шоке был. Я просто растерялся. Я была очень рада, потому что он все-таки решил отказаться от своей идеи аборта. Саша сказал, что его родители поддержали меня. И только за, чтобы я рожала. Мне было очень приятно это слышать. Решила познакомить маму с Сашей. Потому что я хотела ей доказать, что... Я могу быть круче, чем она. Она меня родила в 19, а я рожу в 16. А еще на своем живом примере я хотела показать, что она действительно меня неправильно воспитала. Она меня заставляла, принуждала сидеть дома, много учиться. И у меня в голове была идея фикс. Я хочу трахаться со взрослыми мужиками. И я ей это покажу. Мам, проходи в комнату. Сергей, доставачья. Саша, конечно, стрёмно было ехать к моей маме. Но я сказала, что она ничего не знает о беременности. А если вдруг Саша не понравится моей маме, никто не узнает, где был последний раз Саша. Потому что мы скормим его свиньям. Я же вызывала каменщика. Зачем мне, блядь, с ним знакомиться? Вот, иди за гаражи, там надо строить. Пиздуй. Мне не надо твое имя знать. Я тебе за что бабки плачу, бля? Просила, Мария, какие женихи? Ты что, с ума сошла? Ну еще не жених, только парень. Ну и зачем вот парень? Мария, надо дома маме помогать, а не с женихами. Значит, есть лишнее время у тебя. Я что, дома, что ли, ничего не делаю? Ты откуда, Саша, вообще? Анапский район, Юровка. Вот там что, невестки хватает? Я в шоке от такой реакции. Высокомерный, злой, негативный человек. Тебе сколько лет? Двадцать. Ей надо закончить школу, поступить. Военное мы хотели поступать в Пермь, да, Мария? Мы же хотим поступать. Не мы, а ты, блядь. Не мы, а ты. Девочка уже сделала свой выбор. Она хочет работать матерью. Бля, я не знаю, по-моему, это типичные родители, знаете, типа, вот, мы будем поступать, надо учиться, надо то, третий, десятый, бля. Ой, знаете, как вспомню, школьные времена аж передергивает. Господи, хорошо, что эту школу закончил. Давным-давно, какой я старый пиздец. Отвлекаешь. Я мечтаю о маме, которая бы интересовалась не только вот моей учебой, но и моей личной жизнью. Ну не надо с ней, не встать. Знаете, когда ребенок кричит просто, мама, ну перестань, я хочу нормального общения, успокойся, поинтересуйся ты, блядь, чем-то другим, кроме того, как я должна учиться, блядь. Моей учебой этой вонючей, блядь, поступления я уже не могу. Не видеться, не приезжать сюда, понимаешь? Мне было конкретно неприятно. И чем я вам не понравился? Чем я блог? Ну, докончит школу, поступит, отучится два курса, тогда встречайтесь, ну не сейчас. Почему, ну, как бы вы за нее решаете, это ее выбор, но у нее своя голова на плечах есть. Нету еще головы на плечах, все, а ты ее не голова. Не надо было тебя с Сашей знакомиться, лучше бы с папой сначала познакомила. Мария, домой! Домой! И ты, Саша, домой. Счастливого пути, все. У всех подруг, мама этим интересуется. И я смотрю, ну, на это все. Ну, и я завидую даже им. То, что они могут так открыто с мамой поговорить, а я не могу. Кажется, для детей, знаете, нужно сделать какой-то особый отдельный фонд. Я не знаю, может быть, место в школе какой-то социальной защиты, блядь, детских прав. Ну, наверняка такое что-то есть. Короче, чтобы ребенок мог прийти и сказать, блядь, ну у меня вот с родителями вообще коннекта нету никакого. Мама не слушает. Я вроде хочу быть нормальным человеком, блядь. А мне не дают как-то раскрываться, общаться с друзьями, блядь. Мама тиранша, пиздец. Чтобы родителя взяли просто и, блядь, ремнем отпиздили. Нет. Просто провели какую-то профилактическую беседу. Может, психологам, блядь, рассказать, как надо правильно вести себя. Потому что, ну, это пиздец. Это просто ненормально. Мне кажется, в таком возрасте девочкам, блядь, мальчикам просто психику ломают нахер. И они потом на мир немного под другим углом смотрят. Они потом сильно зависимо от общественного мнения пытаются найти себе, не знаю, какого-нибудь чувака, который просто хотя бы их выслушает. Вот знаете, замену маме найдет просто человека какого-то. Очень жалко девочку, очень жалко. Мария, вот что было, ты мне скажешь. Что это за чудо в перьях? Ты его видела? Видела. Мария, дочечка. Возле своей дочери, конечно, я хотела видеть военного в первую очередь. Парня высокого, что он умный, образованный, стройный, брутальный. Вы знаете, мама просто все свои детские мечты хочет реализовать через дочку. Типа, я хотела себе умного, стройного, огромного, накачанного, военного с болтом 46 сантиметров. Знаете, такой, чтобы я уж навжарил, у меня, блядь, глаза повылазили. Вот такого я, парня, хочу для дочки. А это что за хуйня, блядь, в жигулях колупается, свечи поменяет, долбоёк. Ну, по итогу, увидела просто кошмар. Разочарование. Ты, блядь, себя видела, блядь, Джабахат, Баратрун, ты, блядь, на стуле. Полная. Не её это. Не её. Ты что, в своём, он тебе нужен? Какой? Он даже не за тебя ростом. Я его люблю. Да какая любовь? Маш, нам военные поступать. Какие женихи? Военные, блядь, женихи. Вот привела бы ты какого-нибудь младшего лейтенанта, блядь, я бы сказала, по блату, значит, пройдём. Павлядь, что ты взяла, что я хочу военное поступать. Бля, мы с пятого класса это обсуждали. Они не влияют, женихи, ты мне говорила. Как это не влияют? Если ты уже не хочешь поступать туда, куда мы решали. Да ты решала, ты хочешь туда поступать. Я не хочу. Я его, чтобы ты вообще не видела. Значит, уходи и не смотри на него. Смотри, ты обнаглела уже в край. Ты мне уже вот здесь сидишь своими манерами. Чтобы я его здесь не видела. Это твои проблемы, я его люблю. Ты моя дочь. Это да, мои проблемы. Я эту проблему решу. Будет приезжать, я буду выходить с палкой и гнать. Мамку бы саму не мешало палкой выпогнать куда-нибудь. Она даже не пытается послушать, понять, поговорить, посмотреть, что за человек. Вообще, просто сразу отсекает на корню. У нее есть своя точка зрения, какое-то мировоззрение сложившееся. Она не хочет меняться просто. Максимально зашоренная, тупая баба. Вот такие люди со сложившимися в голове принципами самые опасные. Они никак не хотят смотреть на мир под другим углом. Они не хотят принимать какую-то информацию. Они не хотят меняться от слова вообще. Самое важное в нашей жизни это быть гибким. На шпагат садится. Прикольно же. В голове в первую очередь, конечно. Она у меня такая девочка умная, красивая. И в школе она у меня. Везде участвует, все линейки ведет. Такая вот спортсменка, курсомолка, как говорится, красавица. Ну, просто умница. Я считаю, что это тоже моя заслуга. Я старалась, чтобы она у меня такая была. Этот жених, ну, он сейчас ни к чему. Как вы поняли, про беременность я не сказала. Потому что мне было страшно после таких разборов. И пока я думала, как выкрутиться из этой ситуации, Проблемы начались там, где я их совсем не ждала. Ко мне подошла моя лучшая подруга и сказала, что тоже беременна. От моего Саши. Я очень беременна. А ведь ты. Все на месте старая жена. Как можно здесь ждать вообще? Нет. В этом возрасте. О чем она думала? Как вообще родители отрегены? Вы меня помнили, Майя. Ждешь, я еще с познью, давайте обязательно. Да. Слушайте, сколько садится. Ммм. Что за нас вообще? Балашлава, блядь, такая, пам, нахуй, пам. Че, блядь, глаза говорите, сука, блядь, че? Что ты хочешь? Обсуждаешь, да, блядь? Я беременна, и что, блядь? А ты дура, сука. Обсуждаешь людей за спинами. Ты крыса, тварь, блядь. Ты думаешь, я тебя не переиграю? Я тебя переиграю, блядь. Че ты ее защищаешь? Она пошла защищать. Она пошла защищать, сука. Маша. Блядь, в школе такие все жестокие, как шакалы, блядь, набрасываются. Выбирают одну жертву и начинают со всех сторон. Пиздец, какой же ужас. Стой. Подожди. Николин, зачем ты всему классу рассказала? Я не рассказывала. А почему тогда весь класс шушукается за спиной? Ты думаешь, я не вижу и не слышу? Я только Катьке сказала. Николин, какой Катьке? Ты в своем уме. Ну и маме тоже. Ну и, блядь, всему свету, блядь. Она беременна. Она беременна. Знаешь, я просто ходила с рупором по городу и орала. Моя лучшая подруга беременна. И все. Больше никому не рассказывала. Я просила молчать. Офигеть, подружка. Да и вообще о чем ты думала, когда ты спала со своим Сашей? Ох ты, сука какая, блядь. Пытается себя еще оправдать тем, что, блядь, это не я не держал язык за зубами, это ты, блядь, шлюха забеременела. Так это если уже случилось, а подруга лучше попросила не пиздеть. Зачем ты пиздела? Еще оправдывается, блядь. Скажи, блядь, ну да, пропизделась. Я дура, все. Я не знала, что слухи так быстро разлетятся. Видимо, мама сказала своей подруге, а ее сын рассказал об этом всей школе. Блядь. Ребята, хотите сохранить какой-то секрет? Никому вообще не рассказывайте. Рассказали одному, знают три. Знают три, знают девять. Знают девять, знают миллион. Все. Мне не жаль, Маша, она должна была сама думать своей головой. Биздец, желаю вам, чтобы никогда вы не встречали таких вот баб, подруг на своем жизненном пути. Ужас. Николина меня предала. Девочка бедная, подруга послала в жопу. Мама вообще слушать не хочет. Никакой поддержки, одни разочарования. Еще и беременность, жесть. Я этого не прощу никогда. Как же мне паршиво после того, что случилось в школе. Хорошо, что папа вернулся из командировки. Он, в отличие от мамы, всегда меня поддерживает. Он адекватно на все реагирует. Да батю просто насрать. Он типа поехал на работу, приехал, лежит, пиво, пьет, смотрит телек. Все. Классический батя. Вы знаете какого-нибудь супер переживающего батю? Я нет. Ни разу такого не было, чтобы он кричал на меня, ругался. Я понимаю, что деваться уже некуда. Хутор у нас маленький. И если в школе болтают о моем интересном положении, то скоро эти слухи и до мамы дойдут. Лучше пусть все от меня узнает. Тем более, что при папе не так страшно об этом говорить. Папа. Че? Папа. Я не знаю, как вам сказать. Что? Ну вот. Что вы будете? Ой, ты что, с ума сошла? Это что, это твое? Это твое, я спрашиваю? Да. Мария, тебе 16 лет, ты что натворила? Ты что, ненормальная что ли? У тебя учеба. Ты как вот это позволить себе могу? Бля, я не знаю, у меня почему-то приятно, что этой бабы бомбит. Так типа, бля, охуенно. Вот бы у нее трой не родилась. Будет в школе сидеть вот так. Так, ну кто из вас у меня к доске пойдет отвечать? Ну давай ты. Лай, его убью. Я вас поубиваю, сволочи. Жляк, да, охуенно. Что натворили? Сережа, это ты виноват, и зачем? Бля, она еще обвиняет кого-то. Типа, это ты виноват? Ты что, офигела, мать? Ты, бля, подумай, как ты себя вела все это время. Мужа обвиняет. Батя сидит на похере, он же 50 бахнул. Батя, нормально, внук будет, прикольно, бля, научу его в футбол играть, бля. На тракторе покатаю, в принципе, весело, интересно. Я бы разрешал встречаться. Я же всегда виноват. Это ужас. Сразу все перед глазами пелена, ничего не вижу, плохо. Да что, две полоски, это что значит? Это значит, твоя малая двойную сплошную все-таки пересекла. И теперь оштрафована. Да. Правда, жизнью, а не гаишником. Прикольно. Бля, типичный батя, просто пиздец. Пап, слушай, меня изнасиловало 32 негра, и возможно, от кого-то из них я беременна. Малой черный будет, забавно. Может, будет похож на пахбу. В футбол будем играть нормально, все. Доигрались, да? Я просто, ну... Какой охуенный мужик, мне очень нравится. Момент такой, как бы, не особо приятный. Я не показал, что я не рад этому. Естественно, как бы, она еще в школе учится. Ну, а раз так получилось, как бы, аборт же не будем делать, правильно? Не будем. Ну, раз уж получилось-то. Мама такая залетает со штык-ножом. Будем, блядь! Будем, да, сука! И вагину вырежу, блядь! Мор какой ты теперь будет на аборт ехать срочно, срочно. Ну, по аборт, нафиг. Пока срок маленький, все сделать быстренько и все, я не знаю, это какой-то ужас. У нее учеба. Ей поступать надо. Это что теперь, что теперь люди скажут нам? Это позорище какое-то. Я так обожаю эту историю с тем, что скажут люди. Господи, как же важно, я уже об этом говорил, как же важно в маленьких городах другим слушать мнение каких-то, блядь, людей. Если вы живете в маленьком городе, вспомните, как ваши родители говорили вам. А что мне, блядь, тетя Наташа скажет, если узнает, что ты там куришь, ругаешься матом, ты в плохой компании? Что все скажут, весь город засмеет. Почему-то вот очень важно это мнение. Просто я сам лично сталкивался с такой историей и знаю, о чем говорю. Как-нибудь, может, с вами и поделюсь. Не учиться надо, сейчас слух пойдет, это какой-то кошмар. Сережа, ты зачем ей позволяла? Это какой-то кошмар, теперь позоришься, поступать не надо. Это что теперь? Спокойся. Да где будет нормально? Ну что это вы мне нервы трепите, а? Не мы, так и жизнь такая. Это не жизнь, это издевательство. Это же надо быть такой неблагодарной. Пошла вон отсюда, Мария, пошла вон, я тебя видеть не хочу. Иди отсюда. Я думала, что она будет кричать, ругаться, накажет, запретит общаться, телефон, не знаю, заберет. Но что она будет плакать, не захочет меня видеть, ну я не ожидала такого. Вечи свои, собирай, едь отсюда, мы куда-нибудь. Что ты видишь? Что я, бля, ее видеть не могу, Сережа, это какой-то кошмар, это позорище. А батя уже сидит и думает, блядь, ну родится ребенок, буду за пивом отправлять себе, прикольно, в принципе, буду расписку писать, типа, уважаемая Наталья Семеновна из магазина 4, дай пиво 2 литра, Балтика какая-нибудь, малому, да, малое, блядь. Ну нормально, в принципе, забавно, я давно такое хотел. С ее стороны, это как предательство, неблагодарность, это было самое страшное, она знала это. Она знала, конечно, но она тебе мстила, подсознательно где-то, понимаешь? Ты запрещаешь, она делает наоборот, все очень просто. Для меня это как, ну, это нож в спину мне. Я рассказала Саше, какой мне вчера дома был скандал, а он обрадовался, что теперь все в курсе, и сказал, что его родители готовы приехать и все обсудить. Но я попросила его пока приехать одному. Не хочу, чтобы мне было стыдно за то, что моя мама может горяча им наговорить. Че приперся? Вали давай отсюда, пока я тебе тут морду не набила и в тюрьму не посадила. Мама, успокойся. Давай, вали отсюда, я не хочу с ним даже разговаривать. Блин, бриошка, смотри. Вали со своим пусом. Ну смотри, бля, он блин какой-то привез. Бля, Батя просто топовый. Дома с родителями своими покушай. Чел торт купил, бля, блин какой-то. Бля, что за хуя, бля, лучше бы котичку взял, бля, я быстро свою жену на место поставил, бля, распили бы и все. Пообсудите воспитание твое, бессовестное. Не, нормальное воспитание, че вы родители-то. Да, какая мерзкая баба, сука, блядь, пацан приехал, блядь, с тортиком, блядь, с блином на огонь. Хотел познакомиться по-хорошему, по-человеку. Все равно в передаче «Бремя на штат», все равно она родилась. Пришел, блядь, с распростертыми руками, с открытой душой. Вот, я не снимаю с себя вины, понимаете? Давайте поговорим. А она ему «Пошел нахер, ну что это такое?» Ты мне только все будешь умничать, что родителей трогай. Ты дочь мою он тронул, ничего? Ты испортил ребенка мне. Испортил судьбу? Да он кого и не испортил. Че ты сидишь молчишь? Позволяешь все? Вон, гони его нафиг отсюда. Чтоб я его не видела. Плачь, в тюрьмах. Поставь чайничек, поговорить, пообщаться можно. Надо общаться. Я не буду с ним чай пить, знакомиться. Он мне сто лет нафиг не нужен. Ольга, сейчас что, можешь что-то повернуть назад? Конечно, мы поедем, сделаем аборт и все. Не поеду я никуда. Какой аборт? Вы че, издеваетесь что ли? Тебя забыли спросить. Иди давай отсюда вообще. Чтоб я сейчас вышла через минуту, чтобы я его не видела здесь вообще. Понятно? Или я ему морду набью просто? Надо аборт делать. Потому что кто будет содержать... Знаете, частенько меня называют токсичным человеком. Но глядя на эту женщину, я могу сказать, что я максимально добрая пузька. Милая, красивая. Не жирная даже. Семью Саша? Нет, Саша, я на него смотрю, что он не сможет содержать семью. Ну как ты это поняла, пиздец? Как ты это поняла? Вот на твоего мужа смотришь, тоже кажется, как он может содержать вот такую корову, блядь. Ну никак. Но содержит же как-то, понимаешь? Его бы кто еще содержал. Это нормально, парень, девушка, должны общаться, должны встречаться. Я не вижу в этом ничего плохого. Это ее выбор. Кто ей понравится, тот и будет возле нее. С кем живешь, Санюк? Я не знаю, как это комментировать. Это ужасно, это неприятно, это неправильно, это некультурно как минимум. Господи, ну уже все случилось. Что ты, блядь, хочешь доказать своим поведением? Что ты импульсивная дура какая-то. Ну ты доказала уже всем. Все, хватит. Ты ничего не поменяешь. Не знаю, понятное дело, что пройдет какое-то время, наверняка она примет. Все будет классно, прикольно, интересно. Ну вообще, зачем? Ты вот подумай. Типа, все, это произошло. А аборт никто не хочет делать. Одна ты только хочешь. Все. Начни нормально общаться с людьми. Пиздец. Чтоб дорогу сюда запустят, колеса подпускают. Человечка такая. Конечно, реакция ее мамы, это ужас. Это, ну, это перешло все грани. Алло, здравствуй. Привет. Все, ты там как дела? Да, нормально. Что там решили? Не будет аборта. Ясно. Ну ты смотри. А то, что не получилось, как у меня, с моей бывшей женой. Тоже родили, женились, и я сейчас теперь бабки выплачу. У меня все нормально будет. Своей головой тоже думай. Мама с папой говорят, конечно, хорошо, но ты своей думай. Хорошо, я тебя услышал. Ладно, давай. Мне кажется, в этом случае надо было раньше думать. Как я уже говорил, редко кто соглашается на аборт. Поэтому, братик. Братик, мне кажется, презерватив это твое лучшее вложение. Один доллар, а сколько сэкономленных денег и нервов? Мама, прошла уже целая неделя, но мама по-прежнему меняет ноги. Мам, ну ты чего? Не обижайся. Ой, Маша, отстань от меня. Хочу я с тобой даже разговаривать и видеть тебя тоже. Ну прости. Нет, ты неблагодарная, бессовестная дочь. Все, не трожь меня. Она еще и извиняться пошла. Мама ведет себя как супербыдло. Можно фильм такой снять, супербыдло. Мне кажется, для российского кинопроката самое то. Девочка действительно воспитанная и хорошая. Я не знаю, блядь, мне очень сложно такое смотреть просто, когда взрослый человек абсолютно не понимает, что он делает. И все свои поступки, все свои мысли, все свои какие-то, не знаю, решения возводят в абсолют. Типа вот, это истина в последней инстанции и все. Мне даже приходилось выключать свет, чтобы мимо нее пройти. Чтобы она не видела меня. Несмотря на то, что мама наказала мне молчанием, на УЗИ в Анапу со мной все-таки поехала. Я надеялась, что увидев малыша на экране монитора, она смягчится. Потому что так делали все мамы в беременность в 16. Я же смотрела прошлые выпуски, поэтому вот. На сегодняшний день беременность соответствует восьми неделям. Аборт можно сделать еще? Нет, никакого аборта. Бля, ты вообще не вмешивайся, не лезь, натворили. Нет, ну подождите, так, подождите. Временность восемь недель, девочке 16 лет. Вот именно, что ей 16 лет. Значит, по закону девочка с 16 лет имеет право самостоятельно обратиться к гинекологу и проводить гинекологические процедуры без мамы. И решать, конечно, она тоже должна. Она уже нарешала, и решаю теперь за нее я. Я говорю, что рожать не буду. Я ей и ее жизнь вот так вот просто, ну, уничтожить не дам. Я настаю, чтобы сделала. Матери абсолютно вообще насрать на дочь, на ее здоровье. Я понимаю, что риски все равно небольшие, но они есть. То есть она готова даже пожертвовать тем, чтобы ее дочь больше никогда не имела детей. Главное, чтобы поступила в институт на какое-то говно военное, и все. Причем, знаете, ладно бы там дочка была, блядь, какой-то олимпийской призеркой, ну, которая на олимпиадах будет выступать или выступала. И действительно, вот эта беременность, она как-то крест ставит вообще на ее карьере в принципе. А она, блядь, просто говорит, нет, ты не будешь делать аборт, потому что надо, блядь, маршировать там на плацу. Я очень испугалась, что мама потащит меня на аборт. И готовилась сопротивляться, искать поддержки у врача. Хорошо, что она объяснила, что по закону я имею право сама принимать решение. Теперь я знаю свои законные права и буду твердо стоять на своем. Да еще и папа стал моим союзником. Так что мама поняла, что у нее не получится отправить меня на аборт. Но тогда она стала меня всячески гнобить, что я неблагодарная и покрыла позором всю ее семью. Она очень боится чужого мнения, что ее начнут осуждать, ее, меня. И чтобы никто не узнал о моей беременности, она даже перевела меня в другую больницу, в другом районе. Слышала, бабушкой станешь? Ой, начинается. Стану, и что теперь? Весь хутор уже об этом говорит. Мне уже нервяк бьет. Ты как хотела. Хотела, чтобы никто не знал. Ты что, учебу бросила? Нет, что я ее брошу. Школа, учеба, ты сама знаешь, как я к этому отношусь. Ладно, давай. Меньше трепись, там я за пульс своей. Угу. Я просто лучшая подруга. Хочу себе такую. Привет, ну как дела? Да нормально, а ты, кстати, долбоеб. Ну, в принципе, я знаю. Произошло то, что чего я боялась. Весь хутор уже об этом говорит. Весь поселок гудит. Кошмар. Что, Маша беременна? А что Маша беременна? Что Маша беременна? Ну да, беременна. И, ну, всякое бывает. Погудят там полгодика, и все. Ну, в чем проблема? Какая разница, что говорят крысы за спиной у кисы, бля? Если обращать внимание постоянно на общественное мнение, можно двинуться колпаком. Если бы я слушал всяких деградосов, которые в течение всей моей жизни давали мне советы, гнобили, говорили мне какую-то хуйню полную. И продолжается это постоянно, потому что ты же публичный человек. Я торгую своим лицом, и мне постоянно, не знаю, что-то мне высказывают, дают советы. Я бы, блядь, в говне уже лежал давно. Людей слухай, а свой розумай. Белорусская народная пословица, йоу. Что в переводе означает, людей слушай, но мозг свой имей, короче, вот так. Я тебе вот что пришла сказать, милая моя. Я уже устала от этих слухов. Все звонят, все говорят, что ты беременна. Давай цирку, блядь, сейчас рожать будем. Мне это уже достало. Да пусть говорят, что хотят, какая разница. Нет, ты будешь учиться в Юровке теперь. Не буду я там учиться в другой школе. Ты будешь учиться в другой школе, я тебе сказала, нечего. Бля, какая поехавшая мамаша, капец. Позорить школу, меня, Иван тут учится. Будут все на него вот это глазеть и шептаться. Зачем я тут устроила позорить? Бля, пиздец, это просто ужас какой-то. Мама поехала, бля, я не знаю. Вон, где забеременела, там не будешь учиться в своей Юровке, я сказала. И не спорь со мной. Я не буду. Буду переходить туда. В нашей школе беременные не учатся, Мария, поняла? Значит, будут учиться, будут. Не будут учиться, не будут. Школа новая, нечего позорить, я тебе еще раз сказала. Ничего я не позорю. Документы, и ты едешь учиться в Юровке. Нет. Все, не выводи меня, не зли меня. Ты мне уже все нервы вытрепала. И даже не думай, ничего говорить. Замечательная школа, замечательные учителя. У меня учится еще там сын. Нечего позорить. А про дочку ты, блядь, свою думаешь вообще, каково ей? Ты заботишься только о своем каком-то вымышленном статусе. О своем стрит кредебилити, блядь, в селе. Что, у тебя будет уважение минус в банде балосов, блядь, или что? Что ты такая? Ты просто, блядь, толстая, огромная, блядь, склочная баба. Которая обращает внимание на какую-то херню. Выдумала у себя в башке проблемы. И их проецируешь на свою дочь. Ты просто берешь куски, блядь, каких-то загонов и швыряешь. Блядь, ты беременна. Ты меня позоришь. Я не такого хотела. Пошла нахуй. Что ты, блядь? Что происходит, блядь? Кристина, что происходит, блядь? Я проучилась в этой школе с первого класса. У меня с учителями хорошие взаимоотношения. Меня все знают, как бы. Может быть, даже любят. Я плакала, рыдала, умоляла. Но мама все-таки перевела меня в другую школу. После этого дома находиться совсем тяжело. И я все чаще стала оставаться у Саши. Ну что, Маш, как дела? Пока привыкаю. Сиськи вот больше стали. Хотите потрогать? Потому что беременна. А что решили там после школы как-то? Куда поступать? Учителем хочу стать. Начальник класса. Да. Молодец. У нее как раз этот, так сказать, тренажер есть. Младший брат, она сама руки делает постоянно. Так что ты уже почти подкована, да? Да. Быть военной я уже не хочу, потому что я беременна. И я решила, что... А я как-то, знаете, на войне беременных особо с автоматами и не видела. Я стану учителем начальных классов. Буду рассказывать, что трахаться в 16 лет и рожать тоже такое себе событие. Я бы хотел очень вести уроки полового воспитания. Но я люблю детей, и у меня скоро появится свой ребенок. Наши родители так до сих пор и не знакомы. Хотя с Сашиной готовы ехать и общаться хоть сейчас. Но моя мама все еще в состоянии истерики и видеть никого не хочет. Родители Саши договорились с директором школы в Юровке о том, чтобы я училась дистанционно. Мол, нечего мне беременна и туда-сюда гонять. Так что теперь у меня море свободного времени. Но я привыкла к активной школьной жизни, и дома мне быстро стало скучно. Поэтому я затеяла генеральную уборку. Целый день горячусь, вымывая все, от пола до потолка. Мне нравится вот просто как мать душит дочку, а дом выглядит максимально убого. Нету кусков обоев, блять, просто двери какие-то в говне поломанные. Тетка, мама ее просто в голове придумала себе, что она, мол, такая королева, и все вокруг нее должны крутиться. Она что-то там делает, но у нее свои подданные, это дочка и муж. И она может ими крутить и манипулировать как угодно. Нет, дорогая моя, мир вокруг тебя не крутится. Пошла в куда хочешь. И когда заболела внизу живота, не придала этому значения. Мам, что? Что-то живот болит. Целый день. Я уже не могу. Ну давай скорую буду вызывать, это ж не шуточки. Я очень сильно испугалась, что вдруг что-то случится с ребенком. Ты меня доведешь, Мария, вот до инфаркта когда-нибудь, честное слово. Чего сидела, молчала, там лежала. Я думала, пройдет до вечера. Она только сильнее стала. Скорая привезла меня в больницу. Врачи сказали, что есть угроза выкидыша. Я сразу же написала об этом Саше смс, что мы можем потерять ребенка. Я испугался из-за нее, из-за ребенка. Приехал в больницу и понял, что я не хочу не потерять ни ее, ни ребенка. Мне было скромно за мои слова по поводу аборта. Чтобы сохранить ребенка, мне надо сейчас лежать в больнице под капельницей. Не вставать с кровати. Это очень сложно. За то время, пока я нахожусь на сохранении, Саша сделал что-то невообразимое. Он решил круто изменить нашу жизнь. Здравствуйте, Сережа. Здорово. У меня к вам маленький вопросик такой. Вы как смотрите на женитьбу со мной с Машей? Маша в школе учится. Не рано ей? Не рано, говорит ей, бля. У нее ребенок в животе в 16 лет, братик. Мне кажется, женитьба это просто формальность. Парень, наоборот, показывает, что он готов к серьезным отношениям. Хороший мальчик. Одобряю. Я вместо бати говорю, да, все классно. Забирай. Получилось, что рановато, но нужно. Я не был готов на 100% к семье вообще. Но раз так получилось создать, как говорится, ребенка, то единственный выход был нормальный, по моему мнению, это жениться на ней. С работы я решу как бы. Где вы жить будете? Или здесь, или в юровке. Там уже как карта ляжет. Понял. Скорее всего, он еще не полностью понимает, что семья, ребенок, жена, это целая история. Привет. Кто приехал? Поговорить с вами. Сейчас покормлю. Что поговорить? Что? Жениться на вашей дочери хочу. Нет. Женись на мне. У мамы, знаете, будто в башке стоит какой-то блокиратор, щит, который вообще просто не пропускает информацию. Видимо, она не поверит в то, что ее дочь беременна до момента того, когда из ее вагины просто выпрыгнет ребенок. А вот и я, они ждали. И тогда она уже, возможно, поймет, что, блядь, ну все, она беременна, да. Нет, Саша, никакой женили бы. Ты и так делов натворил. Спасибо. Ну, я думаю, лучше ребенок будет в браке, нежели вне брака. Нет, я категорически против. Я его не могу воспринимать никак. Он меня раздражает, он меня вот выбешивает чем-то, вот своим поведением, манерами. Я категорически не согласна с тем, чтобы он даже женился на них, хоть она и беременная. Ты вообще даже не ее типаж, не ее тип даже. Если так получилось, будет полноценная семья. Сережа. Жена, папа, мама, ребенок. Нет, нет, еще рано. Да что нет, да. Как они будут его нянчить? Какая свадьба? Сережа, у нас денег нет. Нам достроить дом надо доделать. Еще учеба ее впереди. Ой, какой кошмар, меня трусит от тебя, вот честное слово. Я тебя как вижу, у меня аж кипать начинает. Я не представляю. На топор убей. Вечно ты стоишь, смеешься, блин, нифига. Бля, батя трой пиздец, я не знаю. Бега, я не знаю, какая свадьба. Смейся, не смейся, уже так получилось. Мне главное услышать ваш ответ, да или нет? Нет, Саша. Я не разрешаю вообще даже замуж не выходить. Батя стоит, лыбится, но он-то прекрасно понимает. Ну пускай баба там что-то поговорит, поговорит. Все равно-то я хозяин в семье, мы примем решение. То, что она там это, все это пофигу абсолютно. Пускай построит характер, покажет, что она тут хозяйка. А мы-то знаем, что решаю-то все я. А я говорю, да, женитесь, делайте еще детей. Каждый год хоть делайте, нормально все. Будет веселее, больше пива в доме. Каждого по очереди отправляешь за двушечкой, приносит, вот и все. Не рано еще. Приехала. Не пережила. Свадьбу. Замуж. Ага, сейчас. 16 лет. Остынет. Я с ней поговорю. Надеюсь. Нормально. Я обалдела, узнав, что Саша решил взять на себя такую ответственность. Известно маму, которая против моего брака с любимым человеком. Блин, когда вот эта девочка, 16-летняя, начинает говорить о браке, любимый человек, ребенок, я смотрю вот ей в лицо, на ее лицо. Вот каждая серия примерно такая же, но кроме прошлой. Глядишь в эти детские глаза, думаешь, ну ебаный шашлык, ну какой вам ребенок, ну что, о чем вы думаете, сука. Но понимаешь, что это уже безысходность, да, она беременна, там срок, ничего не поделаешь. Вон, 20 лет ждет предложение от папы и мечтает за такую жену официально. А я так долго ждать не хочу и не буду. Мне очень важно выйти замуж за Сашу, потому что это... Она сейчас говорит о замужестве, я вспоминаю, как мы там, не знаю, в лет 10 играли там с мальчиками, с девочками, с мальчиками, с девочками, в свадьбу, типа. Ты брал девочку какую-то за руку, вышли там, не знаю, в лес какой-то, шли ребята с вами, и вы играли свадьбу, это такая, типа, ну игра была, и все, на следующий день кто-то другой женился. Вообще, в реальной жизни так и происходит, походу. А здесь прям она на полном серьезе, бля, свадьба, женитьба, дико слушать. Ну, подтверждение того, что наши отношения серьезные. Подтверждение тому, что ваши отношения серьезные является то, что пацан не послал тебя на три буквы, приехал. Вообще, о тебе беспокоится, бережет тебя. А свадьба, это просто, ну, типа, роспись какая-то в документе, в бумажке. По факту она ничего из себя не представляет. Был в школьном сегодня, вот, разговаривал по поводу свадьбы. Здесь Сережа отреагировал нормально, он согласен. А вот Кельтония сказала нет. Она против вообще свадьбы. Свадьба должна быть. У нас зашел разговор такой, что у них денег нет вообще, я ж не работаю. Ну, вы не переживайте. Главное, что вы любите друг друга, деньги найдем, как положено сделаем все. Будет не хуже, чем у людей других. Убедить маму папе так и не удалось. Ну, хорошо, что он хотя бы уговорил ее познакомиться с родителями Саши. Мы решили ехать знакомиться с... Если эта баба будет такая же токсичная с этими милыми, пожилыми людьми, я оторву новую Сергею. Я вас предупреждаю, это будет насилие в прямом эфире. Сейчас посмотрим, блядь. Конечно, я понимала, что надо познакомиться, обговорить все как нормально цивилизованные люди. Здравствуйте. Даня. Если бы эти люди видели, как мать героини разговаривала с Сашей, мне кажется, они бы такие веселые не были бы. Посмотрим со стороны, как они на это реагируют, что они скажут. Конечно, для меня, как для матери, шок, что вот тебе, пожалуйста. Можно было немножко как-то подождать с этим. А сама-то во сколько замуж вышла? Да. Во сколько ты ее забрал? 17. Ого. О, да уже самая была по сравнению с 16. Мы 17 не рожали. Какая мать, типа такая и дочь, она мне хотела сказать. Ну, типа да, а что ты думала? А что ты думала? Думаешь, ты одна тут такая умная, наглая, в чужом глазу заметила пылинку, а в своем бревно не видишь? Вот тебя и на место и поставили. Далеко не так. У меня был муж взрослый, и он понимал, что он берет 17-летнюю, что он несет ответственность за нее. А 20-летний парень не понимает, по-твоему? Он работает уже, учится. Потом еще круче работу найдет, блядь. Она будто слепая. У нее сын не понимает. Она не переживает, что он отворил, а я переживаю. Ну, конечно, я не особо так, конечно, рада. Рада просто. Довольна выбором дочери, еще и рано сильно думала, что пойдет же военная. Блядь, просто когда родителям говорят, ну, знаете, ваш сын говно, они такие, понятно, спасибо. За военного замуж. А чем вам Саша не нравится? Он что у нас? Слепой, глухой, кривой. Раз они выбрали, нам придется только смириться. Я не люблю, когда моих детей обижают. И мне обидно, когда мне говорят, что я хотела другого, получила. Раз получше и хотела, значит, что у меня сын плохой. Я против. У меня сын лучше всех. Я тоже не согласна с выбором. Я тоже хотела... А я согласен. Красивую. Две бабы сцепились, господи, это просто невероятно. Даже тут ничего комментировать не надо, просто наблюдать. Невысокую, богаче, уже чтобы отучилась. Я считаю, что она самая красивая. А-а-а-а-а, бля. Началось. Моя дочь самая красивая, ваш сын говно. Ваша дочь говно, мой сын самый лучший. Я считаю, что этот спор разрешит только драка на шампурах. Неси. Самая умная, ее везде хвалят, в школе она у нас отличается всегда. Скоро отличается, этим и все сказано. Отличилась. Ну, не особо мне понравилась Сашина мама. Ты понравилась всем. Сашин папа попроще такой. Видно, что простой человек, искренний. Ну, какое может быть впечатление? Я, наверное, в возрасте, что надо где-то сдерживаться, где-то надо промолчать. Очень хотелось бы, чтобы так, как мы приняли Машу, чтобы так же и Сашу приняли. А Саша сейчас, ну, не работает. Сейчас вот эту еще проблемку решить. У него планы открыть свою мастерскую, техникум закончить, механик. Он молодец. Самостоятельный. Я бы не сказал бы, что он прям самостоятельный такой. Без мамы, без папы он бы, конечно, сильно бы не разогнался. Надо плясать с того, что уже получил. Слушай, мужик, блядь, ну а что ты думал? Если у родителей есть возможность помочь ребенку, почему бы этого не сделать? Вы должны, наоборот, радоваться. У них там есть свой какой-то магазин. Я уверен, что они зарабатывают достаточно неплохие деньги и помогут ему там с открытием в мастерской своей. Главное, чтобы было желание и упорство чего-то достичь. Свадьбу решили сыграть через два месяца. Ведь родителям еще надо обговорить кучу всяких вопросов. И по организации свадьбы, и по расходам на нее. Особого желания встречаться лично у них не было. Честно говоря, я вот не понимаю, зачем просто закатывать такую свадьбу. Расписались, потом, не знаю, денежек подкопили, подросли чуть-чуть и сделали уже нормальную какую-то свадьбу, праздник. Нахера вот тратить эти деньги? Вы что, миллионеры там что ли? Поэтому наши мамы обсудили все по телефону. Насчет оплаты свадьбы сразу встал, когда вопрос. Я ей предложила платить за своих, мы за своих гостей платим. А там все остальное, это пополам. Я считаю, это нормально. Я вообще не хотела свадьбу пополам. Ваш сын накосячил, а я должна еще свадьбу пополам. Какая охеревшая баба, я не знаю. У меня просто нет слов. Два человека женятся. Всегда пополам платили. Понятно, что если одна из сторон хочет что-то, может быть, такое более размашистое, то пускай доплачивают. Ну а вы по финансам смотрите, просто предложите. Вот у нас столько-то денег, давайте такую свадьбу сыграем и все. Вы же закосячили. Должна прибежать и сказать, извините нас, так получилось. Вот такой вот сын вот так потупил с вашей дочкой. Мы все возьмем в свои руки, мы все организуем. Давайте их, ну там, поженим, все красиво сделаем. Наши родители долго спорили, но в итоге приняли условия Сашиной мамы. За своих гостей платит каждая сторона, а кафе и прочие расходы будут делить поровну. Я думал, они львиную долю потратят на свадьбу. Ну, получилось не так, получилось пополам. Ну, пришлось плановать. Батьку, видимо, просто пришлось завести свой экскаватор, поехать в лес и выкопать свою заначку. Бля, все такие хитрые, пытаются что-то друг друга обмануть. Какие-то лазейки залезть. Бо, парень, бля, он накосячил, пускай они платят, у них денег больше. Нихера, жизнь все на свои места расставляет. Раз уж я Сашина невеста, то хочу жить вместе со своим женихом. Тем более, что Саша предлагает приехать в Юровку к его родителям. Но моя мама, услышав об этом, категорически заявила, что к тем людям ни за что меня не отпустят. Уж лучше пусть Саша живет у нас. Ужас, конечно. Не могу отпустить ее к чужим людям. Если же о них хочется, чтобы он у нас жил. Ну, хоть будут у меня на глазах, под моим наблюдением. Ради дочери буду терпеть. Бля, такую свекровь, это просто не дай бог. Я просто представляю, как она будет относиться к этому пацану. И... Ой... Несмотря на то, что мама пустила к нам жить Сашу, она все равно видеть его не может. И все время это демонстрирует. Даже то, что он устроился работать грузчиком, его не спасает. Закрываются еще. Мам, ну же спи, можно тише? Ты время видела вас спить. Я бы на месте девочки просто взял бы руки в ноги и валил бы быстрее хоть куда-нибудь, чем находиться с такой склочной бабой в одном пространстве. Ничего, а чего, ничего. Надо управляться идти. Я что, все одна должна делать? Папа на работе, Саша один у нас мужик сейчас. Так что, Саша, давай, просыпайся уже. Нефиг. Саша, ты встань просто такую легкую двоечку по челюсти. Папа нахуй. И все. Я завидую терпению этого парня. Я просто не представляю, как такие люди. Он святой человек. Он терпит эту... Ой, пизду, бля. Я вообще-то работаю каждый день. Я могу в свой единственный выходной поспать. У меня выходных вообще нет. И я и дела делаю, и убираюсь, и хозяйство. А вы спите. Ой, как я не могу переносить таких людей. Ой, меня прям трясет. Вот, ой, как мне плохо. Смотри, это распределение обязанностей. Муж работает, ты отвечаешь за хозяйство. Ты можешь найти себе высокооплачиваемую работу, и муж будет отвечать за хозяйство. В чем проблема? Зачем этим тыкать? Типа, бля. Я не отдыхаю. Ну хорошо, я тоже не отдыхаю. Я тоже каждый день работаю. Каждый день думаю, что, блин, снять на канал. Это тоже работа. Давай все сейчас свои обязанности начнут превозносить и ставить выше, чем другие. Мы вообще работаем месяцами в командировках. Мама, мы поспим и сделаем. Все, и приезжай из дома. Не спит до обеда. Так же идет все делать. Мы поспим. Мне надо прострелить колени, я думаю. Она явно не подписана на мой канал. Все сделаем. Че ты орешь? Он работает каждый день. Сарай почистит, управится там. Вы позаводили хозяйство, а нам надо управляться. Да, позаводили. Чтоб вы голодные не сидели. Встали. Диван сложили и до мыла под диваном. Никуда я не поделаю. Ничего не буду делать. Наоборот, должны были меня не трогать, е-мое. Я сплю и сплю. Вам что, мешай? Я что, жрать пить прошу, что ли, когда сплю? Рассказывай, как у тебя дела? Что нового? Че делать? Как они жить будут? Ну, что ты так сразу категорично? С этим Сашей он живет, ничего не помогает. Спят только. Ну, я не знаю. Психаешь. Ну, а что не заставляешь? У тебя тоже хозяйство. Тебе тяжело одно, он что, не видит? Когда уже наору? Когда делай? И как же он дальше будет? А вот скажи, я что и переживаю? А вот настоящая подруга сразу поддерживает. Она, наверное, понимает, что у этой бабы просто не все дома. У нее колпак уже свистит давно. У нее какой-то комплекс бога. Но все равно, настоящая подружка поддерживает. Да, он козел, блядь, не помогает. Я ей говорю, Мария, как он будет содержать семью? Родится ребенок, тебя он не потянет. Чел работает грузчиком. Пытается выжить максимум из ситуации. Это все равно недовольно. Вот есть такой тип людей. Макс Корж, блядь, добавь такой тип людей в свою песню. Есть три типа людей. Охуевшая сука и, блядь, для зверей. Я не знаю. Ой, блядь, да. Ну ты лучше напишешь. Захотели замуж. Захотели ребенка родить. Пускай, как хотят, я сказала. Я посмотрю, как она потом прибежит. Я сказала, я ее не буду содержать. Мне тоже еще растет ребенок. Саша и так в нашем доме чувствует себя чужим. А тут еще мама постоянно его прессует. Особенно, когда папа в командировке. Но от меня Саша тоже достается по полной программе. Потому что из-за беременности у меня все время штормит настроение. Я психую от любой мелочи и не могу с этим справиться. Так что Саша уезжает домой к своим родителям или к друзьям в гараж. Как живется с юродоками? Скандал на скандале. Я вечно плохой, а я вечно... Саш, ты где? В гараже машину делал. Саш, ну так уже поздно. И чего? Ну, Саша, я же переживаю. Мне нельзя нервничать. Ну, не переживай. Саш, давай домой едь. Маш, я не маленький ребенок. Че ты начинаешь? Не приеду я? У меня машина не на ходу. У меня серия такая классическая бытовуха. Просто, сука, мать. Дочь с перепадами настроения, которые пытаются контролировать его максимально. Просто бедный пацан. Я считаю, что он самый лучший реально из всех сезонов. Просто максимально адекватный. Вообще, без каких-либо закидонов и прочего. Все, давай, до свидания. Только сейчас после больницы это вообще что-то с чем-то. Я не знаю, как будто ей альзверинь дали какой-то. В натуре она челкнутая просто стала. Да у бабы горло. Знаешь, как бьют из-за этой беременности? Очень приятно, что пацан это понимает и реагирует относительно адекватно. Где-то там с пацанами высказывается, но своей девушке, любимой, ни слова. Пусть будет спокойно. Саша так и не приехал вечером домой. Только написал, что заедет за мной завтра в обед. Ведь у нас завтра плановое УЗИ. Я с трудом дождалась этого дня. Сегодня мы узнаем пол нашего малыша. Куда это вы срались? На УЗИ. Я же тебе говорила. Ты что, забыла что ли? Маш, ну я все помнить не могу, во-первых. А во-вторых, какое УЗИ? Ну мы хотим пол ребенка. Мне кажется, мама до сих пор не хочет, чтобы этот ребенок родился. Какое УЗИ? Ты что? Ладно, залазь в духовой шкаф. Сейчас погремь твой живот. Ты с нами поедешь? Нет, я не поеду. У меня дел полно. Я и думала, и вы же мне поможете хоть что-то как-то. Неужели тебе неинтересно, кто у тебя будет, внук или внучка? Нет. Кто будет, тот будет, Мария. А что узнавать там ездить? Мне не хватает того, что я могу подойти к маме, там, положить голову к ней на плечо и сказать, там, вот меня там, например, тревожит это и это. Вот. Ну как лучше, например, там себя повести. Я надеюсь просто, что после этого выпуска, если у них действительно такая ситуация в семье, мать как-то пересмотрит, свое, в принципе, поведение будет более чуткой. Не знаю, поможет своей дочке, что ли, справиться со стрессом, с какими-то, не знаю, комплексами, какие-то проблемы поможет решить, советом. Потому что то, что происходит сейчас, это вообще недопустимо. Я даже, ну, шутить не хочется особо. Не хватает вот этой вот искренности в наших самоизношениях. Я не могу себя перебороть и поехать на УЗИ, гладить их по головке и счастливо на это все смотреть. У меня еще злость, и я еще их поубивать готова. На месте этой девочки я бы, наверное, взял своего мужа в охапку, своего ребенка и переехал в другой город, чтобы просто не видеть вот эту всю ситуацию. Понимаю, что мама есть мама, но просто если она тебя не поддерживает, постоянно терроризирует, давит на твою психику. Ну, зачем общаться с таким человеком? Как-то поддерживать можно общение, но на постоянке это, ну, можно свихнуться, серьезно. На сегодня никто не сможет не испортить такой прекрасный день. Так, ну давай, папочка, да? Первое знакомство. Ну, смотри. Так, вот у нас сердечко стучит. Ну и главный вопрос, да? Кто же там будет? Ну, сейчас дойдем, по голове-то нельзя определить. По-любому девочка. Пацан. Так, 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 опа. Вот так. Знаешь? Конечно, узнаю там мальчик. Мальчик. Е-бой! Наконец-то! Наконец-то я выиграл. Все, отдавайте все мои санитайзи, райкосы, что я там ставил. Все мое, все-все-все. Я победитель, ура! Мальчик, е-бой! Мальчиков всегда узнаю все. Все хорошо. Растите дальше, я рада, что вы приняли такое решение. Там растет, развивается такой маленький человечек. Ну, у меня просто эмоции переполняли в тот момент. Здорово, Паша. Короче, у меня сын будет. Да. Давай газуй в магазин. Газуй в магазин, водку бери, братан. Ща все разопьем, малая моя тоже будет. Возьми и водку с Берном. Говорят, энергетик позволит ребенку быстрее развиваться. Будет тусовочный парень. Закусону тоже. Тогда давай, я вас жду сегодня, обоих двух. И тебя, и колена. Че я вас что, домой завезу? Никуда ты не поедешь? Да как не поедешь? Саша, я сказала, никуда ты не поедешь. Че, Сима? Мне было очень обидно, конечно, когда Саша узнал полребенка. И он сразу побежал отмечать со своими друзьями. Всю дорогу домой я молчала. Чувствовала себя брошенной. Как будто ни маме, ни Саше мы с ребенком не нужны. Послушай, что здесь такого? Пацан живет не в своей семье. Работает не на свою семью. Ходит еще, грузит что-то там, какие-то ящики. Уставший постоянно. Единственное счастье, с пацанами встретиться, там пивка дябнуть. Все, ну че ты какая? Я понимаю, что мы с Сашей часто ссоримся. Из-за того, что во время беременности у меня постоянно штормит настроение. Но сейчас я решила забыть все обиды и настроиться на позитив. Ведь свадьба уже совсем скоро и нужно готовиться. У Сашки закончилась сезонная работа грузчиком. Так что основные расходы наши родители взяли на себя. Когда заходишь в магазин свадебных платьев, конечно, хочется уже побыстрее купить это платье, стать невестой и вот просто ощущать себя принцессой. Мне хотелось выбрать самое красивое и дорогое. Но я понимаю, что денег на него нет. Ходи мне, пожалуйста, воды принеси. Пойди сама принеси. Саш, ну я не могу вообще-то, ведро тяжелое. И что, беременность это не болезнь? Чего ты начинаешь? Ты видишь, я играю. Саш, мне вообще-то нельзя тяжелое поднимать. Ведро не тяжелое. Ты потихоньку, по чуть-чуть таскай. Маша из себя делала, там, не дотрогаю, что она не может ту же самую ручку, блин, поднять пищущуюсь. Братик, ты как-то очень странно сравниваешь шариковую ручку и ведро воды 10-килограммовое. Тебе не кажется, что все-таки есть разница? Или ты так же любишь преувеличивать проблемы, как и мама Маши? Саш, я и так все сама делаю. Ты мне вообще хоть помогать начнешь? Ну и флак тебе в руки. Иди сама и делай. Так я постоянно сама делаю, Саш. Я помощи твоей прошу. Ну, конечно, очень обидно такое слышать. Но самое обидное, что Саша словно не понимает. Тяжелая работа может навредить нашему ребенку и привести к выкидушу. Моя мама, когда была мной беременна, она шпукатурила стены. И она сразу от этих стен поехала меня рожать. Я родился здорово, жилой, нормально. Поначалу я подумала, что у Саши просто сегодня плохое настроение. Но ссоры у нас стали происходить практически каждый день. Кажется, у пацана уже просто начал сдавать колпак в какой-то момент. Терпел, терпел, не дотерпел. Маш, дай мне массаж, пожалуйста. У меня вообще-то... Бля, пиздец. Хочу массаж животом, хочу тайский. Хочу, чтобы ты сделала сальто мортале животом мне на жопу, на спину. Большой живот, мне неудобно уже тебе делать массаж. Ты задолбала, тебе попросить вообще ни о чем нельзя. Мне тяжело, отстань. Ну, тогда, помнила? Ну, как я вас беременных уже ненавижу просто. А, зашибись. Еще беременных ненавидишь, отлично. Еще меня, меня, да, тоже ненавидят. Бля, я ненавижу беременных, суки, ходят с этим животом надутым. Бил бы их, бля. Мне кажется, пацан просто осознал в один момент, в какую жопу он залетел. Все на него давили, и он вот стал таким. Ну, братик, выбора нет. Беременные женщины не такие. Нужно понимать. Понимаешь, нужно понимать, бля. Возьми себя в руки, потерпи еще немного. Терпилка. Не, на самом деле, пацан немного странный. Это, знаете, как инвалида обвинять в том, что он там, не знаю, без ноги и не может ходить. Как я вас, сука, ненавижу. Чего вы не ходить не можете, уроды, блядь, поганые. Я тебе сказал. Он разочаровывает меня все больше и больше. Сашка психанул и снова уехал в Юровку, к своим друзьям в гараж. А я сижу и думаю, что мне теперь делать. Дочь, что случилось? Ничего, все нормально. Как нормально? Покатать или нет? Не надо. А что такое грустное? Обычно родители не видят, если мы с Сашей ссоримся. Это наше личное дело. И хоть мне неловко я увеличить папина будущего мужа, сейчас я не выдержала и все рассказала. Да Саша, блин, не хочет ничего не помогать. Как не хочет? Ну я его просила и ведро воды принести мне покупаться. Мне нельзя тяжело носить. Он не может. Вещи даже попросила его за собой убрать. Он тоже ничего не хочет делать. Не понимает, что мне тяжело тоже. Ебать сейчас ты поедет, гаечный ключ. Попробуем в жопу засунуть, покручу там. Может быть, хотелка появится. Так что, дочь, он не переживай. Молодой, бестолковый. Я недоволен тем, что Саша обидел Машу своим поведением. Что она грустная была, сидела. Когда на следующий день Саша вернулся домой, я даже не вышла его встречать. Саша, ты почему дочь мою обижаешь? Почему она приходит ко мне, плачет, жалуется, ты ее там заставляешь что-то на... Ты видишь эту пилу. Я ее скоро заведу. Потом на месте бревна этого будешь лежать ты. Ты меня понял? Я бы с этим мужиком не спорил на самом деле. Ты поднимай, ты ее там, воды принеси там. Что, сам не можешь подорваться, сходить? Значит, я занят был. Ну, а дела отложи, значит, свои как-то. Надо же немножко понимать, того же ребенка вынашивать. А если что-то произойдет? Ты понимаешь, что я тебе переломаю все кости? Конец-то. Что-то будет плохо с моей дочерью. Я вас понял, Сережа. Такого больше не повторится. Ну, если повторится, за тобой скорая приедет. Понял? Я вас понял. Ты родишь свой сфинктер, бля. Услышал. Все, свободен. Я понял, что, ну, я в некоторых моментах был неправ с Машей. Не, реально, мне вот кажется, что для беременных в 16 они просто эти ситуации, ну, специально подстраивают. По-любому так и есть. Типа, пацан был нормальный-нормальный, ну, хуяк, дебил. Вот, ему сказали, я тебе в морду дам. Он такой, бля, не хочу морду, не. И нормальным снова стал. Было было так относиться, так как, ну, она на данный момент ранимая, беременная. Это все в одном флаконе, и буду к ней более мягче, более сглаженнее относиться, чем раньше. Ну, надо немножко перевоспитать. Я буду его перевоспитывать потихонечку. После разговора с моим папой Саша больше меня не обзывал и стал совершенным лапочкой. И я, конечно, его простила. Просто говоришь, пацану, я тебе дам пизды, если ты будешь себя плохо вести. Пацан, пизды, не хочу, ну, вот только вашей дочери, и все. Я слишком сильно его люблю, чтобы просто так расстаться с ним. Наконец, день нашей свадьбы настал. Я очень нервничаю, потому что замуж выходит один раз и на всю жизнь. Да, да. Сейчас миллионы людей сидят такие, да, замуж один раз выходит. Если бы это было так. Было страшно только вот не затупить при бракосочетании в ЗАГСе. А так, разницы вообще никакой, только железячка на пальце и все. Объявляю вас мужем и женой. А пацану идет костюм и постригли более-менее нормально. Поздравьте друг друга. Это просто незабываемый день. Самый лучший в моей жизни. Потому что, ну, я наконец-то стала женой, уже все официально. Она очень взрослая, с таким макияжем выглядит. Прям вообще не скажет, что ей 16 лет. Приходилось играть роль счастливой мамы, которая дает замуж дочку. Тут очень было печально. Что такая молодая, выходит замуж. Очень жаль ее. Я на это все смотрела так, что, ну, за кого ты выходишь замуж. Празднуем мы свадьбу в кафе, что в 10 километрах от хутора школьного. Изначально звали чуть ли не 100 человек. Но смогли приехать не все. Так что гостей с нами всего человек 50. Мои родители сидели с моими родственниками с нашими. Смышляясь. Смотрю на эту свадьбу и вспоминаю просто все свадьбы в мире, на которых я был. А Сашина родители сидели со своими родственниками. Я не видела, чтобы они пересекались на свадьбе. Может быть, это и к лучшему, потому что, думаю, возможно, там тоже бы они нашли повод и поругались бы. После свадьбы отношение моей мамы к Саше не изменилось. Бля, какой же это тупизм. Получается, была свадьба, отпраздновали. Она вроде была счастливая, но понятно, что наигранная. Ну, как бы, ну все, пришло время принять. Пришло. Нет, блядь, нет, я ненавижу его. Нет, я тупоголовая овца, блядь, нет. Я буду гнуть свою линию, фу. Саш, ты вообще думаешь что-то делать? Или по дому помогать, или работу искать. Вы меня потыкайте так работой, как будто я обязан работать там, не знаю. Конечно, ты должен жену содержать. Содержать буду. Ведь работы нет. Если до свадьбы Саша еще как-то терпел отношения моей мамы, то, став моим мужем, долго не выдержал. Саша, я не могу уже больше здесь жить. Здесь постоянный стресс, крики, скандалы. Да задолбало уже это все. Ну, где мы будем жить? Ну, перейдем к моим родителям. Вообще-то, хочу жить отдельно, пускай даже на съемной квартире. Но Саша пока безработный, и денег у нас нет. А с моей мамой жить становится просто невыносимо. Я переживала, что она будет против Сашины идеи, но на удивление, мама с легкостью меня отпустила. Ну, все, получается, ты жена, для мамы ты выросла слишком рано. Она думала, там, после 18 или 20 лет, моя дочь найдет солдата прекрасного в армии. Поэтому я, собственно, и хотела ее туда отправить. Девочки в армии, знаете, как на зоне. Если их видят, на них набрасываются. Ну, а тут все, уже 16 лет за какого-то, блядь, слесаря вышла замуж, который ниже ее ростом, блядь. Ну, все, иди куда хочешь, пока. Вот смотришься этим людям в лица, и как-то, знаете, светло становится, душевно. Вот есть такие личности, с которыми ты проводишь время, и тебе как-то хорошо. У тебя просто вот обволакивает их аура положительная. Никуда уходить не хочется. Хочу жить здесь, хочу смотреть на этих старичков вечно. А папа что там? Папа в командировку уехал. Так вы там одни? Ну, да. Блин, так жалко этого мальчика, господи, бля. Я прям, у меня флэшбеки в детство. Меня тоже эти уроки заставляли делать. Стояли, наверное, типа, блядь, давай делать, сука. Очень хорошо с Сами, с Иваном. Никто нервы не трепет, тишина, чистота. Не надо за всеми убирать ходить. Ну, потом, конечно, я стала скучать. Начала скучать, плакать. Марии нету, не по себе, конечно. Мы начали ее домой звать. Мы с ней уже попробовали жить, и я больше не хочу туда возвращаться. Мне интересно, как эта девочка ведет себя в семье своего мужа. Помогает ли она там что-то делать? Я как бы прекрасно понимаю, что тяжелую работу делать нельзя, но все равно какие-то мелкие бытовые вещи явно можно делать без каких-то последствий для ребенка. Вскоре мой идеальный мир стал рушиться. Где был? В гараже. Опять? Не опять, а снова машину делал. Проблема с гаражом у нас возникла просто неожиданно из ниоткуда. Знаете, обычно типа там появляется любовница и еще кто-то. У нас проблемы с гаражом. Как я называю Сашину голову? У него протекает крыша. В гараже. Он начал проводить там целыми днями просто. Саша, ты время видел? Я не обращаю внимания на время. Почему я беременна и должна не спать тебя до двух ночи ждать? Ну а кто тебя просил ждать? Бляжь и спи, ё-моё. Я не могу без тебя уснуть. Ну это уже твои проблемы. Чё ты опять начинаешь? Ты с машиной времени проводишь больше, чем со мной. Я тоже хочу твоего внимания. Подчини меня, подчини моё сердце. У меня уже двигатель барахлит, блядь. Просберись, пожалуйста. Машина это транспорт. Она вечно требует ухода за собой. Ну женился бы тогда на машине, а не на мне. Если б можно было, женился. Не хочу тебя видеть. Взаимно. Идиот. Сама такая. Я еще не обжилась даже в Юровке. Я не у себя дома. Мне надо было привыкнуть. Хотелось, конечно, в этот момент видеть Сашу рядом, но чтобы мне было легче. И в конце передачи в итоге Саня женится на «Жигулях». Не, а чё, помните того корейца, который женился на картонной копии этого Чимина из БТС? Всё, пацан женился на настоящих «Жигулях». Там и отверстий побольше будет, ха. С каждым днём моё раздражение на Сашу растёт. Даже его родители пенсионеры работают. Ещё и нас при этом содержат. Мне уже само стыдно висеть на их шее. А Саша за всё это время ни на одно собеседование не сходил. На одной зарплата маленькая, на второй график не подходит. У тебя постоянно то зарплата маленькая, то график не подходит. Ну ведь деньги надо, наверное, зарабатывать. Слушай, ну он явно не похож на какого-то алкаша, тунеядца. Если он так говорит, я не знаю, я почему-то ему верю. Ему нравятся машины, он работал грузчиком, что-то пытался, помогал там. Ну пройдёт время, найдёт работу. Ну перестань, господи, ну блядь, как на это всё... Я смотрю на этих раздражительных людей, и меня вот это вот всё, я проникаюсь. Мне, блядь, плохо уже. Скоро ребёнок родится, у нас денег нет. Хватит вот этим меня-то попрекать. Ну мне некомфортно то, что мне постоянно вот это вот на уши приседает. Саша, а мне некомфортно то, что мы у родителей деньги берём. На наши же нужды. Ну бывает трудность. Одно дело, если бы у них вообще не было денег, но пока родители помогают, господи, там прошло 2-3 месяца, она уже, блядь, панику какую-то наводит, типа, йоу, почему ты не работаешь? Он реально может пойти работать там дворником, грузчиком, кем угодно. Тяжёлой работой заниматься, ему будут платить копейки, и он угробит своё здоровье. Что важнее? Не заметил, что я по сыну плохой? Найду работу, работаю, я плохой. Когда ты работал, никто тебе ничего не говорил. Когда он работал, твоя мама его заставляла ещё работать. Всего было мало. Он вообще бы никак ей не угодил. Наверное, только если бы миллион долларов принёс, сказал, вот, вот они. Месяцев сидишь без работы, конечно, мы тебе будем что-то говорить. У тебя как будто пластинку заел. Ну сколько можно реально вот это вот каждый день? Нельзя столько искать и сидеть вечно безработным. Можно, если хорошо ищешь. Понятно, ребята, теперь что отвечать? Если вы год не работали, вы просто говорите, я просто хорошо ищу работу, я не хочу на всякое говно устраиваться, всё. На самом деле, вообще, объективно нужно отталкиваться от своих навыков. Ну, если ты разбираешься в тачках, то реально иди там в СТО какое-нибудь поработай. Не знаю. Саша постоянно ссорится по поводу его работы. Ну, потому что мне уже кажется, что он просто не хочет работать. Ему нравится. Да, до конца жизни будет сидеть дома. Не хочет работать, бля. С друзьями в гараже и ничего не делать. Ну, Маше это не нравится. Да и мне не всегда нравится. Мне кажется, Маша всё-таки немного переняла поведение своей мамы. Не зря говорят, хочешь посмотреть, какая девушка будет? Посмотри на мать. Ну, плюс-минус одинаково. В общем, Маша родила здорового мальчика. Родители Саши не присутствовали на родах, потому что готовились к их приезду. Были только родители Маши. И спустя какое-то время Маша решила поговорить со своей мамой по душам. И ещё один из апдейтов. Саша, наконец-то, нашёл работу. Он устроился охранником. Роди сына я на многие вещи стала смотреть по-другому. В том числе и на наши отношения с мамой. Я очень хочу, чтобы она была в моей жизни. И в жизни Андрюшки тоже. Поэтому решила поговорить с ней о том, что меня волнует. И как мне было больно, когда она так жестоко обращалась со мной в начале беременности. Мне хотелось от моей матери поддержки в тот момент. Не истерики, там, криков. Давай на аборт. Я тебя люблю, сына. Я чтобы поддержала. Сказала, что всё будет хорошо. Злая на него, на тебя была. То, что это всё рано. Что это тебе не нужно в таком возрасте. Я хотела, как мать, спасти тебя от этой ситуации. Понимаешь, что ты делала только хуже. Ну, как ты могла спасти девочку, которая и так стресс. Она беременна, она не знает, что делать. Ты ещё приходишь, начинаешь давить. Прогоняешь её жениха этого. Говоришь, сделать аборт это, блядь, ужас. Это ад для девочки просто. Мне и так было страшно. Не по себе. Я тоже не знала, что да как, что дальше. Я переживала. Самое главное, я ждала поддержки от тебя. Что ты как-то адекватно отреагируешь. Такого не было. Я тоже сколько всего нервно перенесла. Хватит прибедняться, хватит искать крайних. Господи, за собой просто следи и всё. У меня и сердце болит, и руки-ноги отнимались от этого. Мне тоже было стыдно, неприятно это всё. Я тоже обо всём жалею, что так поступало. Это у меня был нервный срыв, Мария, пойми меня тоже. Что было, то было. Давай забудем всё. Я тебя, бля, сломала психику. Ну нормально, почти в дурку уехала, бля. Постоянный стресс. И было, и было, бля. Вернула тебя ножом, отрубила ноги. В общем, мать и дочь нашли общий язык. Вроде как все помирились и начали жить долго и счастливо. А ещё отец Маши сделал матери предложение. Она там чуть от счастья не описалась. 20 лет прошло, и ты сейчас решил, чтобы мы поженились? Я это решил давно. Вот решился только, вот сегодня. Мужик такой, знаете, просто экскаваторщикам сейчас командировки не дают. Коронавирус, поэтому в городе сижу, знаете, уже. Женщины другие не особо интересуют, поэтому выходи за меня. Наверное, ждал другого дару, 20 лет, когда будет. Ой, ребят, давайте на такой позитивной ноте закончим это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите, на что мне ещё снимать обзоры. Может быть, украинские беременна в 16 посмотреть. В общем, жду ваших комментариев. С вами был, как всегда, я, приятный Эльдар. Всем пока. Продолжение следует...